I have ways of blowing things up. Из-за вспышки инфекции, поражающей крупный рогатый скот. Согласно последним археологическим исследованиям, у инумимии и оборотней может оказаться общий предок. Ну, кстати, они же типа оборотни, и те, и другие, просто эти кошачьи, эти собачьи. На самом деле, звучит немножко парадоксально, что у котови собак общий предок, но смотреть не на как котови собака, а на оборотней и оборотней. Ну, еще такой прикол, почему у инумимии отдельная типа раса, хотя они тоже оборотни. Ну, хорошо, начинаем день. Я, честно говоря, давненько не играл. Знаете что, ребят, сейчас, одну секундочку, я не знаю, как будет эта серия, мне просто музыка очень сильно по ушам била, я надеюсь, что сейчас мой голос не будет слишком громким. Давайте посмотрим, как оно будет, и там уже продолжим. Так, мы начинаем день с того, что у нас из ящика что-то пропало, но сначала пошаримся в телефоне, посмотрим, кто что обновил. Супермодели. Так, Бейлис, дизайнер-флорист. Бейлис. Вот, она сегодня зайдет, наконец-то, а то только Луя заходила. Что у нас там в сторис? На Ель-стрит большая пробка, а советую найти объездной путь. Это нам Арианна пишет. Выпить бы сейчас чашечку чая, Миртл, да, но ты идешь мимо моего кафе, иди нафиг. Лукас. Например, как сделать вашу ленту повеселее? Каждый день, думаю, куча всего. Например, да, 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 да. Когда принимаешь решение, надо учесть столько факторов. Мне кажется, жизнь не должна быть такой сложной. Деточка, жизнь еще сложнее, чем тебе кажется. Это... Ты просто играешь на относительной изи-моде. Хотя, да, у тебя хватает своих проблем. Но поверь мне, Аквия. Есть люди с гораздо худшим положением. Итак. Из ящика у нас кое-что пропало. Может, лежит где-то еще. Похоже, погода сегодня опять пасмурная. Надеюсь, она не принесет плохих вестей. Не знаю. Мне кажется, это отличная цветовая гамма. Бейлис пришел, наконец-то. А мне кажется, это не совсем то. Они с Луи, они вместе, они пришли есть. Классно. Слишком. Изысканно. Изысканно? Какое сочетание нравится тебе? Красный, черный, фиолетовый? Что не так уж и плохо. Красный, черный, фиолетовый, который нравится Саккубану. В принципе, это же логично, да? Так. Ну что ж. Бейлис. Ладно, давай так. Только если ты реально хочешь этого, передумать не получится. Бей. Я не знаю. Может быть. Давай сменим тему. У меня есть время только быстренько что-нибудь выпить, а потом опять на работу. Все равно мы сейчас ничего не решим. Может, в этом и проблема. Как мы спланируем свадьбу, если вечно откладываем важное решение на потом? Знаете, как там говорится, что во время ремонта главное не развестись. Во время планов на свадьбу главное ее нахрен не отменить. Фром, что тебе больше нравится? Светло-зеленый, сиреневый и канареечный? Фига себе. Или красный, черный и фиолетовый? Так, ну если лично мне светло-зеленый, сиреневый и канареечный. Канареечный это типа ярко-желтый, который, но, честно говоря, мне не очень. А светло-зеленый это как с сиреневым. Честно говоря, красный, черный и фиолетовый смотрятся гораздо круче. Поэтому не будем ставить других в нелегкое положение. Да все нормально, но даже не знаю. Да ведь ваша свадьба важна, чтобы она нравится вам, а не мне. Типа, беда в том, что мы сами не знаем, что нам нравится. Есть такое. Когда люди сами не знают, чего хотят. Если мы и принимаем какое-нибудь решение, то потом передумываем. С декорациями так и вышло. Ой, давай сейчас не будем об этом, а? Мне казалось, мы сошлись на эстетике загородной жизни. И, а, ребят, извините, клонит в сон, поэтому если тут кофеечек поставил, все-таки мы же в кафе играем, поэтому... Как на тех фотографиях с того дочил, который ты показывала? Декорации в том стиле сразу тебе понравились. Да, но они, кстати, слишком дорогими, нужно быть реалистами. Но свадьба, это всегда дорого. Особенно свадьба со списком гостей в 200 человек. А зачем ты так? Я ведь не могу сказать дальним родственникам, чтобы они не приезжали. Ключевое слово дальним. Ключевое слово. Ты знаешь хотя бы половину из них? Не в этом дело. Если я приглашу кого-то одного из них, то не могу не пригласить остальных. Это как эффект домино. К тому же они частично вкладываются в свадьбу. Мне по-прежнему кажется, что это лишнее. Возьму дополнительную работу, справимся сами. Если уж выбирать, то лучше пусть у нас будет все, что ты хочешь. Даже если ради этого придется сократить список гостей. Только если моя семья не поможет нам все оплатить, у нас может не хватить денег. Спасибо, что веришь в мне. Не хочу, чтобы наша свадьба превратилась в обычный обед. С кучей малознакомых нам людей. Я ведь пообещал тебе, что мы сможем позволить себе свадьбу мечты. Да, во что бы то ни стал. Я не хочу, чтобы ты... Спасительный звонок. С работы. Мне правда нельзя задерживаться. Ладно, сейчас договорим. Я, пожалуй, вставлю свои пять копеек. Можно я закажу? Конечно, что будешь. Что-нибудь подрящее. Голова раскалывается. У меня еще куча работы. Не откажусь от крепкого кофе. С какой-нибудь пряностью, пожалуйста. Есть предпочтение по поводу пряности? Нет, просто пряный крепкий кофе. 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 Пряный. Да я даже не знаю, что тебе для пряности это добавить. Сладкий. Это добавит теплоты, это добавит сладости. Освежающий не надо. Это теплый и горький. Давай корицы зафигарим туда. Зимнее наслаждение. Ну, выглядит как что-то нормальное. Поехали. Праздничные бобы специально для дамы. О, оно что-то новенькое. Да, у меня аж прям рецептик добавился. В кофях. Зимнее наслаждение. Так, хорошо. И... Кто-то что добавил. Луи, естественно, добавила короткую информацию. Хорошо. Штук новенькая. Ну-ка. Ммм, идеально. Уже чувствую, как расслабляюсь. Что? Что? Ты странная. Запах уж точно не расслабляющий. Вы хорошо друг к другу подходите. Сам ты странный. С тобой в твоем чудаке. Во-во-во. Вы реально, ребят, хорошо друг к другу подходите. Но... Ладно, смейтесь. Это точно. Блин, не надо. Милый мой чудак. Моя сладкая недотепа. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так гораздо лучше. И правда. Я уже говорил, что обожаю твою улыбку. Можешь повторить. О, гадость. Сделай мне что-нибудь пряное, а то здесь стало слишком приторно. Сразу тебе помогу тебе с этим, Хайт. Бейлист, ты пока не готовь сделать заказ? Хайт, извини, я не услышала, как ты зашел. Да, знаю. Вы были слишком погружены в то, что сейчас происходило. Хайт, не будь гадом. Они влюбленная пара, это нормально. Привет, Хайт. Заказы сначала-то я подожду. Я и так планирую здесь задержаться, пока у Луи не закончится рабочий день. Хорошо. Итак, как я и говорил, главное, чтобы напиток получился пряным. Пряным. Есть предпочтение, пока основной пряным? Нет, просто добавь побольше, а потом повтори. Пряным. Освенжающий. Так, кофе. Давай кофе с двумя корицами тебе сделаем. Сладкий, горький. Приготовить. Хайт, в прошлый раз ты там что-то выеживался. Давай, пожалуйста, без этого кофе корицы подать. Держи, пряности в этой кружке предостаточно. Судя по запаху, так и есть. И по вкусу. Отлично сработано. Как раз то, что нужно. Здорово. Короче, в тебя надо было две палки корицы впихнуть, я понял. Итак, вернемся к нашим голубкам. Вы уладили семейные проблемы? Все еще собираетесь пожениться? Глупый вопрос с твоей стороны, Хайт. Но, как бы, да, скорее всего. Сторис какой-то. А, Рэйчел написала. Папа нашел пропавший альбом с моими детскими фотками. Видели бы вы, каким было сладеньким котеночком? Я думаю, что многие твои фанаты с тобой как раз из-за того, какой ты сладенький котеночек. Но это уже другое дело. Так, собираетесь пожениться? Да. Однозначно. Еще не заскучали? Да нет. Оказывается, планировать свадьбу довольно увлекательно. В каком-то смысле. Честно говоря, мне уже не терпится перейти на этап брака. Ты прямо излучаешь энтузиазм? Эй. Ну, вот опять. Приятно видеть, что некоторые вещи остаются неизменными. И в какой-то драматической обстановке. Тебе пора добавить в меню попкорн. Энтузиазма было бы больше, если бы мы не ругались по этому поводу каждый раз. А зачем вы ругаетесь? Нет, ну хорошо, давайте так. По поводу того, сколько должно быть родственников и всякое такое. Тут я согласен с Бейлисом. Потому что к черту дальних родственников, к черту приглашать всю-всю-всю семью. Можно сделать скромную свадьбу для близких. Он и так, кстати, скипнул всех своих родных. Для того, чтобы быть с Луей. А Луя до сих пор держится. Я понимаю, что это семья и все дела. Но вот эти вот дальние родственники, половина которых ты не знаешь, половина которых ты видела раз в жизни. К черту их? Я считаю, что они просто приедут задарма похавать на свадьбе. И вы из-за этого будете себя чувствовать неуютно. Ну их нафиг. Празднуйте как хотите, а не как надо. Все. И сейчас не до этого. Мне уже пора на работу. Конечно. Я тогда что-нибудь выпью. Пока. Пока, Хайт. Пока-пока. Ох. Что тебе приготовить? Думаю, что-нибудь согревающее, сладкое и приятное. Как насчет горячего шоколада? Да, шоколад с медом и молоком. Это то, что надо. Шоколад с медом и молоком. А где я шоколад-то возьму? А, вот есть шоколад с медом и молоком. Сладкие, свежащие, свежащие, тёплые, подожди. Сброс. Берем молоко. Ага, молоко нельзя взять как главный ингредиент. Шоколад. Нет, берем шоколад с медом и молоком. Так, как он заказал. Так? Так. Чакоби Микури. Подать. Держи. Чакоби Микури готов. Рецептик у нас добавился. Это у нас в горячем шоколаде. Горький шоколад. Чакоби Микури. Отлично. И, я так понимаю, что у Бейлиса добавочка появилась какая-то. Да. Хорошо. Идеально. Очень вкусно. Спасибо, что так заботишься о всех нас. В такой унылый вечер это особенно приятно. Всегда пожалуйста. Мы очень ценим наших посетителей. Надеюсь, Силуя не промокла до нитки. Похоже, она тебе очень дорога. Конечно, дорога. Тогда почему вы вечно ссоритесь? Сам не знаю. Нет, тут именно в этом не причина. То есть, когда тебе плевать на человека, тебе абсолютно плевать, что с ним будет и всякое такое. Но именно когда тебе человек дорог, то ты начинаешь о нем заботиться. И именно за счет этого ты споришь с ним, потому что ты считаешь, что что-то для него может быть лучше. И ты хочешь этого лучше для человека, который тебе дорог. Все логично. Из-за свадьбы мы сами не свои. С тех пор, как разрешилась ситуация с моей семьей. В смысле, с тех пор, как ты разорвал с ними отношения. Да, с тех пор, как я перестал терпеть их осуждающей физиономии. Мы с Лоей ни о чем не спарили. До настоящего времени, каждый раз, когда мы обсуждаем свадьбу, то будто превращаемся в других людей. Позволь, какой что у тебя спросить? Валяй. Чего ты ждешь от этой свадьбы? В каком смысле? Вопрос не сложный. Я лишь спросил, чего ты хочешь. Когда ты закрываешь глаза и представляешь себе тот день, что ты видишь. Честно, без понятия. Знаешь, что Лоя будет рядом, вот и все. Откровенно говоря, уже неплохо. Но если у тебя нет конкретных ожиданий, почему бы тебе просто не позволить ей делать то, что она хочет? Да, по-твоему, это просто? Я хочу, чтобы все было так, как хочет она. Этого я пытаюсь добиться. Я изучил все, что ей понравилось на томодочил. Каждую картинку, связанную со свадебной тематикой, которую она сохранила. Все места, которые кажутся ей классными. Всех модельеров, на которых она подписана. Она заслуживает всего этого. Особенного дня. Но стоит мне что-нибудь предложить, она сразу принимает это в штыки. Мол, это перебор, это дорого и так далее и тому подобное. Это, в самом деле, чрезмерно дорого? Да какая разница? Я не хочу, чтобы у нее была убогая свадьба. Просто потому, что я порвал связи с семьей и хочу, чтобы все было так, как хочет она. Потому что она этого заслуживает. Настоящую свадьбу принцессы. Ты необычайно самонадеян. Хайд? Да нет, все нормально. Я знаю, Хайд как-то помог Луи. Если ему есть что сказать, я хочу его выслушать. Хорошо. Потому что я бы высказался в любом случае. Ты сидишь здесь и рассуждаешь о том, чего хочет Луя. Как будто знаешь, что у нее на уме. Даже когда кого-то любишь. Нет, особенно, когда кого-то любишь. Не стоит предполагать, будто знаешь, чего хочет твой любимый человек. Только Луи известно, чего хочет Луя. Хайд, позволю себе не согласиться. Потому что, когда ты уже долго с человеком, которого любишь, или с другом, или с девушкой, или всякое такое. В этом вот и заключается знание человека, когда ты его знаешь. Когда ты даришь подарки какие-то и попадаешь в десяточку, потому что ты знаешь человека. И опять же, ты с этим человеком именно потому, что ты его знаешь. Если ты его совсем не знаешь, то какой это тогда тебе друг, или какая-то тебе там девушка, или жена в будущем, и всякое такое. Тут я с Хайдом не согласен. Есть, конечно же, вещи, которые каждый из нас хочет или должен держать при себе. Но большинство вещей мы все-таки делим с нашими вторыми половинками. И поэтому я практически уверен, что Бейл знает, чего хочет Луя. Луя просто реально считает, что все это дорого и не нужно. Она этого всего хочет. Но она, если поплывет по течению, ей будет казаться, что она ставит Бейлиса в неудобное положение. Вот и все. Но в этом и проблема. Когда я ее спрашиваю, она постоянно отвечает, что не знает, чего хочет. Тогда дай ей время разобраться. Не дави на нее, тем только сделаешь хуже. Перестань закидывать ее идеями. И пытайся устроить для нее свадьбу принцессы. Просто за то, чтобы тебе самому стало спокойно. Что, если мы так долго будем решать, что состаримся, прежде чем поженимся? Если вы состаритесь и все еще будете вместе в браке или нет, то мы это можно будет расценивать как победу. Раз уж мы заговорили о времени на размышления, советую тебе тоже повзрослеть... А, воспользоваться им, чтобы понять, чего хочется тебе. Иначе тебя ждет свадьба. Спланируя на основе твоего скажемое представление о том, какой свадьбе хотела видеть Луя. Сдается мне это как-то печально. Это было неприятно выслушать, Бейлис. Ну, ты все правильно сказал. Значит, мне нужно дать ей время разобраться, чего она хочет. Не такая уж сложная задача. Стоило самому от этого додуматься. Хайд, ты жесткий, но справедливый. Нет, Хайд уже дважды накосячил, по крайней мере, в этом прохождении второй части. И Хайд, он просто жесткий, он несправедливый. И у него во многом очень неправильные взгляды на жизнь. Поэтому я пока что Хайда воспринимаю как второго отрицательного персонажа. Первый это Миртл, а вот второй это Хайд. Это два таких чувака, ну, девушка и парень, которые мне пока что откровенно не нравятся. Ну, Хайды в первой части не был хорошим и пушистым. Возможно, мне стоит задуматься о том, чтобы сменить профессию и стать семейным психологом. А, нет, чувак, тебе это не светит. Только, думаю, ты куда скучнее работай моделью. Правда же? Работать моделью, скорее, надоедает. Разве тебе не нравится жизнь в Лос-Анджелесе? Нравилось до поры до времени. Вообще-то я переезжаю в Седло. Контракт с агентством расторгать не стал, так, на всякий случай. Но здесь не так уж много работы для моделей. Правда? Чем ты это будешь заниматься? О, вернусь к моим дружкам-гномам из мафии, конечно. Я думаю, он шутит. Брось, конечно же, я шучу. Точно? Я бы ни за что к ним не вернулся, они бы меня убили. Ты вампир, кто бы тебя убил бы? К тому же, я недавно узнал, что как они и те, кто когда-то мне нравился, уже давно не удел. Теперь всем управляют их внуки. Будто это какой-то стартап. Но, правда, сейчас говорим про мафию? Ответ на этот вопрос знаю только я. Тебе остается лишь догадываться. Хайт любит валять дурака. Что есть, то есть. Ничего не могу с этим поделать, особенно когда вижу серьезные мины. Приму за комплимент. Кстати, что не так с управлением по типу стартапа? Это вроде довольно эффективный подход, разве нет? Молодежь. Так же нетерпеливый в делах, как и в любви. Эффективность это еще не все. Я никуда не тороплюсь. Скорость выполнения задач для меня ничто. Главное качество. Ты можешь себе это позволить, блин, долгожитель? Можете попробовать себя в медленной... В медленной моде? Или изобразительном искусстве рисовать маслом? Процесс небыстрый. А, искусство стало первым, чем я овладел несколько столетий назад. Но мой стиль сейчас не в моде. В моих работах слишком много хирускуру. А добавление синего цвета для создания оттенков кожи уже никого не удивляет. Хочешь сказать, ты Рембрандт? Тсс. Если об этом прознают ребята из мафии, мне конец. Ищница со своими шуточками хает. А с советами ты, конечно, особо не церемонишься. Зато ты замечательный слушатель. Надеюсь, в твоей жизни есть люди, которые слушают тебя. Я переезжаю, чтобы быть к ним поближе. Что-что? А, ничего. Кажется, у тебя звонит телефон. Ой, это Луя. Она закончила работать на сегодня. Наконец-то. Торопишься уйти, Бейлис? А, нет, вовсе нет. Но мне уже не терпится попасть домой. Чтобы продолжить спор? Нет, нет. Меня вдруг осенило. Наверное, это все из-за напитка. Когда у тебя есть такая Луя, то, конечно, тебе хочется домой к ней поскорее. Тут я все вполне понимаю. Пока ничего не хочу об этом рассказывать. Хороший эльф. На самом деле, спор долгожителя с долгожителем. Ну, то есть, тут я не могу сказать, что Хайд лукавит. Типа, вот тебе нужно пару столетий, чтобы повзрослеть. Ну, тут эльф. Эльф тоже живет до задницы, поэтому, ну, как бы, тут, кстати, все логично. Тогда приятного вечера. Думаю, он и правда выдастся приятным. Спасибо. И тебе спасибо. Да, разумеется. Доброй ночи, Бейлис. Я не хочу досиживать конец вечера с Хайдом. Блин, он мне сейчас начнет мозги делать. Иди нафиг. Хайд. Что за разговоры о мафии, работе моделью, искусстве? Ты правда думаешь о смене карьеры? Что мне, кстати, из ящика пропало? Спиннер пропал. Спиннер? Серьезно? Ключ от квартиры. Я уже не помню, чей это ключ от квартиры. Черт, я же говорю, что я уже относительно давно не играл. Я не помню, чей это ключ. Я сейчас думаю только о том, не угнали ли мою машину. Знаю, старик Джордж утверждает, что поблизости безопасно. Да и машина моя, это так, куча металлолома. Но я пидаю к этой куче металлолома нежные чувства. Чувствую, что здесь кроется история. Да, причем еще какая? Но я расскажу ее вкратце, потому что уже довольно поздно. Эта машина у меня уже много лун. С тех времен, когда Галла был моим телохранителем. Я на какое-то время застрял в Сиэтле, пропадал на работе денно и ношно. В определенный момент я понял, что мне нужно как следует отдохнуть. Но ты знаешь Галла, он большой любитель придерживаться правил. Никакого ночного веселья, когда в самом разгаре большой проект Галла бы такого не допустил. Тогда ты улизнул от него? Ха, именно, ты хорошо меня знаешь. Мы решили собраться с друзьями. Мне отвели роль водителя. Они отвечали за развлечения. Я все сделал, как обычно. Подождал, пока Галла заснет. Затем оставил под одеялом кучу подушек и придал им форму спящего Хайда. А потом по-тихому вышел из номера. Осталась лишь одна проблема. Именно Галла повсюду меня возил. Ключи от машины были у него. Ключи от машины были у него. И я не горел желанием основать рядом со спящим зверем. Так что я отправился в ближайший автосалон и купил самую дешевую машину. Я ведь собирался воспользоваться ей лишь на одну ночь. Избавлю тебя от подробностей. Но мы с друзьями приехали в одно весьма живописное местечко. Извинения. И занялись тем, что со стороны многим показалось бы противоречивым. Мне же это принесло немало удовольствия. Когда мы были полностью вовлечены в наше занятие, я вдруг услышал стук в окно. Дай угадаю. Галла. Да. Волк собственной персоны. Он заглянул внутрь. А затем начал бить по двери с таким нистовством, что вся машина ходила ходуном. Мы просто замерли. А затем... Галла сказал. Как вы посмели похитить Хайда? Он открыл дверь и выкинул из нее всех моих друзей. Хайд, ты же не придумываешь. К сожалению, нет. Ну, такая си история. Извини, до сих пор теряя самообладание стоит мне вспомнить о твоей ночи. Представь себе, он вынес меня из машины на руках, как принцессу. О лучшем телохранителе мечтать нельзя. Да-да, ежегодную премию он отрабатывал на 100%. Я даже не успел ничего объяснить. По крайней мере, пока он не вымыл у меня изо рта кляп. Галла делала вид, что сердится. На самом деле, он был потрясен. В меньшей степени, чем мои друзья, которым пришлось выковыривать из травы. Что это за предложение такое? Выбираться из травы? Или их выковыривать? Бедный Галла. Сразу понятно, на чьей-то стороне. Вечно я обыскал бедный Хайд. После того фиаско я больше не видел своих милых друзей. Но даже тогда я не смог сердиться на Галлу. Вообще-то его благородство показалось мне довольно очаровательным. Хотя ему моя выходка очаровательной не показалась. Он проснулся, не смог меня найти. Уже подозревал худшее. Еще до того, как нашел меня в чужой машине, где-то в глуши, в щекотливом положении, думаю, он действительно за меня испугался. Так что в следующие несколько месяцев он со мной не разговаривал. Ну, как-то несправедливо. Ах, соглашусь. И он не хотел отдавать мне ключи от машины. Так что мне пришлось ездить на развалюхе, которая припаркована снаружи. Но ужаснее всего было, ты не поверишь. Я решил сделать широкий жест и повозить его по городу в этой машине. Он быстро перестал хмуриться. Полагаю, не слишком высоко оценил мои водительские навыки. В общем, уже не знаю зачем, но я оставил себе машину. Это за это время в моей коллекции автомобиля произошло немало изменений. Эта старушка все еще со мной. Мне кажется, я менял все ее детали с дюжину раз. И она довольно помятая. Но я успел к ней привязаться. У нас с этой машиной есть кое-что общее. Мы застряли во времени. Хать, на самом деле твоя история мне не так уж интересна. Кто бы мог подумать, что ты такой сентиментальный? Сентиментальный? Вот как? Это все, что тебе удалось вынести из истории? Я бы не с из истории, что ты дурак. Но дураком ты был еще до этого. Так что ладно. Полагаю, так и есть. Хорошо, что кроме нас здесь никого. Я буду убедительно отрицать, что этот разбор когда-либо имел место. Похоже, дождь прекратился. Значит, мне пора. Прежде чем я окончательно упаду в твоих глазах. Надеюсь, с машиной все в порядке. Я тоже. И еще. Да так. Ерунда. Доброй ночи. Доброй ночи. Дочнем добраться до дому. Вот ты с зеленым чаем. Ладно, этот вечер закончился довольно быстро. И я немножко недоволен, что мы столько времени провели с Хайдем и его глупыми историями. Ну ладно, в любом случае на этом тогда будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok